вот скол тех наш технологический институт а вот это вот тут кирамида это что такое это конференционного офисное здание матрешка матрикс очень красивый внутри сумасшедший зал похоже на зал создания империи звездных форм это частные дома это апартаменты те самок там сдаются которые сдаются даром все сданы до гимназия жилье он тот спортзал с открытым бассейном строится спортивный комплекс сразу за вот этим зеленым массивом гольф поле я уже начал говорить про скол тех где все обучение только на английском языке и стипендии 70 тысяч рублей там тоже сидят энтузиасты сумасшедшие наука она требует энтузиазма но это не совсем это не фундаментальная наука это практическая докладная но как-то так опять же американский опыт учитывается фундаментальная наука это академия наук у нас то что прикладывается замечательный парк я там устраиваю соревнования радиоуправляемых поросных яхт ты же любишь яхты впервые в сколково у нас есть такая рубрика где-то оказываюсь впервые я иду и лично добро пожаловать да спасибо большое несмотря на то что дико занят я с удовольствием обведу это заставляет мне опять вернуться журналистики которые я люблю они заниматься делами организационного свойства на самом деле никто не понимает что такое сколково все знают что на юго-западе москвы такая огромная территория где есть все и для меня тоже первая вещь это аналог кремниевой долины человек который этим занимается мы его представим чуть позже он сделал такой же микро парк но у себя на родине в астрахани и потом пришел к этому и делает это с нуля я очень верю в такие истории потому что я считаю что в этой стране может сдвинуть только сумасшедший человек что-то если человек не сумасшедший не больно своей идеей не готов не спать ночей но ничего не не выйдет готов бороться с таким бюрократическим этими самым бить кому-то морду там и тогда только старалась до рисковать там приступы сердца нарушать право рушать правила да правда ничего иначе не выйдет только чего не сделал на свои деньги ну вот поэтому конечно ленат батыров вот теперь можно представить генеральный директор и начальник большой огромной территории но не все территории только технопарк только технопарк территории больше я работаю в компаниях оверсерф и вот один из прототипов летающих мотоциклов которые мы разработали при помощи джойстиков я могу управлять этим аппаратом в любом направлении в котором мне захочется достаточно безопасная технология которая не повреждает конечности мы начали с байков летающих мотоциклов потому что наш основатель александр атаманов увлекался и увлекается до сих пор мотоциклами но сейчас мы переходим к разработке летающих автомобилей и летающего такси мы теперь можем управлять уже достаточно крупным транспортом который позволяет перевозить и людей в том числе для чего нужен технопарк наверное теперь можно открыть и рассказать нашим читателям для того чтобы вы придумали свою идею вам кажется что она офигительно завтра вы заработаете много денег вы приносите эту идею сюда любой человек это может сделать здесь есть некая комиссия эксперты эксперт не один из них не является нашим сотрудник да они смотрят и говорят да это супер идея она действительно она инновационная дальше так понимаю никто не немногие боятся люди а человек который придумала часто вот нет ни денег ни опыта это такой человек как может быть из глубинки такое бывает что дальше в компании резидентов она из регионов это абсолютно нормально что происходит дальше он заполняет заявку на первом этапе через сайт и только через сайт это всегда черный ящик мы не знаем чью заявку мы отсматриваем не мы даже эксперты и мы не знаем кто из экспертов отсматривает какую заявку никто не знает если заявка получает одобрение этих экспертов а то дальше регистрируется юридическое лицо в россии даже если эта компания пришла свои идеи за рубежа такое тоже бывает и с этой секунды на получать налоговые льготы все налоговые ставки равны нулю возные таможенные пошлины также обнуляются на реактивы или оборудование дальше на может просто викализация своей идеи для этого не нужны деньги мы помогаем привлечь инвестиции бизнес ангелов или инвесторов на более поздних стадиях раньше объем выдаваемых на мигрантов был существенный сегодня других институтах развития можно получить это гораздо проще и в большем объеме гранты точно не являются той причиной почему компания приходит сколково прямо здесь в нашем здании я позже покажу есть десятки лабораторий куда можно прийти со своей идеей дальше получить чертеж прототип запихать туда батарейку сделать так чтобы это выглядело красиво с помощью промышленного дизайна есть литье 3d принтеры механообработка то есть можно постепенно свою идею этот скелет нарастить на него мясо и шкуру ну и для того чтобы весь этот комплекс обслуживать здесь должно быть еще очень много обслуживающего сервисного персонала все на аутсорсе все носу нашей команде не так много людей то есть все на аутсорсе поймем мы практически окупаемые в отличие от большинства технопарков в мире даже европейских или азиатских на счет сдачи в аренду да в основном сдачи в аренду не самое главное что главное один из главных это хорошая такая кэш-машина мы зарабатываем деньги на сервисах которые мы оказываем как стартапом так и корпорациям это корпорация выберете процент нет тогда объясните как вы зарабатываете нас приходит корпорация говорит я очень нуждаюсь в такой-то технологии технология интернет вещей так и приходит промышленности да садится за стол какой-то конкретный человек и говорит послушай вот так вот что у вас есть для ритейла приходит нам магнит ага или s7 или росатом росатом приходит и говорят нам нужно все что есть вот на эту тему мы свистим на всю свою трехсоттысячную базу контактов которую заработали на 10 лет и собираем 1200 например заявок из этих 1200 мы выбираем еще 150 200 которые показываем уже этому росатому или как агентств да и дальше корпорации выбирает из них 10 который запечат контракт это благо для резидентов потому что они быстрее находят дорожку своему заказчику будущему или инвестору и это благо для компании она сама очень долго бы искала такого качества проекта у нас уже машина под сколько таких таких проектов мы делаем 20 вот 20 в год и на каждом зарабатываем вот непонятно это большие деньги должны быть очень создатель и основатель компании его зовут иван невзоров сделал эту коляску для своего друга случилось несчастье в служа в армии его друг однокашник делал подъем переворотом на турнике с чем в общем получил травму а жил он в хрущевке на четвертом или на пятом этаже и поэтому иван начал у себя в гараже запиливать этот продукт он решил сделать его по сути делом своей жизни потому что вот когда стало понятно что удалось а самое главное удалось лучше чем каким-либо аналогом в мире соответственно да присутствуют две платформы гусеницы и колеса то есть человек в зависимости от тех препятствий которые перед ним имеются он переходит на нужный режим коляска 7 километров в час разгоняется на колесах на гусеницах мы можем подниматься практически по любым ну не практически вообще по любым стандартным лестницам с любой высотой ступеньки с любым наклоном мы достаточно уверенно экспортируем свою продукцию вы дважды чемпионы мира это было в семнадцатом восемнадцатом году в девятнадцатом году вы заняли второе место в токио в японии проводили соревнования потому что у нас пилот небольшую помарку совершил надо было заехать за письменный стол и не задеть его и смотря то что мы соревнования в итоге выиграли пришли первыми впереди в швейцарцев победу отдали швейцарцам просто потому что помарка было Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Тorzok И также у нас есть протезы, которые называются многосхват Там уже есть возможность щевелить каждым пальцем по отдельности И программировать протез с помощью специального приложения необходимый жест То есть можно сделать так, можно пойти на рок-концерт Можно сказать кому-то, куда ему пойти Я не буду показывать на камеру этот жест Но это первый жест, который у нас просят в первую очередь на установке Как было сложно завести с первых людей сюда Пустое здание, две комнатки заняты Даже еще не построены Даже еще не построены А вы говорите, вот у вас будет лаборатория Вы можете сюда инвестируйте деньги Довольно тяжело Продавали буквально воздух Будущие успехи Сегодня, глядя назад, я не верю, что у нас это получилось Но каким-то чудом получилось Я сам, в том числе, лично мотался по этим лабораториям Или по будущим резидентам и уговаривал Почти все из тех, кто поверил, остались здесь Сегодня уже не жалеют Потому что здесь компании растут в два раза примерно быстрее по выручке На самом деле, это именно и есть то место Где люди встречаются между собой, договариваются, заключают сделки У нас есть такая площадка, например, Hackspace Где любой, в том числе, даже пока еще не наш резидент Может прийти и своими руками на нашем оборудовании Попытаться что-то сделать, смастерить Опробовать свою гипотезу, показать ее экспертам И эксперты скажут ему, что нужно еще подкрутить А вот здесь люди играют пинг-понг Да, причем сначала мы купили один стол Потом мы купили второй стол Потому что одного стола не хватает А потом они купили сами за свои деньги еще два И я хронически вижу, как заняты все четыре стола Вообще у нас есть еще бегуны, йоги, бильярдисты, яхтсмены, футболисты, баскетболисты, шахматисты Другие йоги, там сторонники другой школы йоги И это главная, собственно говоря, цель любого технику Можно больше точек контакта Я директор ночного клуба Где мальчик может встретить девушку Я чувствую близость какую-то И что-то потом дальше у них может срастись или нет Зал «Трансформер» Его геометрия меняется Можно сделать цирк, можно сделать боксерский ринг Можно сделать кинотеатр, можно сделать амфитеатр Уже в марте у нас вся осень была продана И сейчас уже продан весь декабрь Можно сделать самую крутую в стране конференцию по генетике Где? В технопарке Сколково Я приехал сюда с некоторым предубеждением Ну, вообще все государственные проекты Кажутся мне в этой стране очень тяжеловесными, бюрократичными И как минимум у них очень плохая маркетинговая политика То есть мы мало чего Иногда государство делает что-то для нас хорошее А мы об этом не знаем Что он не может до нас донести, что же оно хорошее делает А мы ожидаем от государства всегда какой-то подвох Да, я думаю, что здесь решаются определенные проблемы Здесь развивается действительно настоящая технология Да, очень долг путь этих технологий От замысла до воплощения Но в ценном то, что здесь делают люди То, что делает конкретный человек Который охватит этим технопарком Я думаю, что можно повесить золотую медаль Я рад, что здесь побывал Здесь хорошо Москвич МЭК Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok